К другим темам. Как выяснил сервис по поиску работы, Суперджоп в рабочих коллективах в последние пару лет стали меньше ругаться матом. Так нецензурно выражаются на работе около половины опрошенных специалистами россиян. Почему так происходит? Что обозначает применение ненормативной лексики в разговоре? Для чего и как часто крепким словом бросаются жители Твери? Выяснил наш корреспондент. Как выяснили специалисты сервиса по поиску работы в коллективах, 7 из 10 россиян не могут обойтись без брани. Причем любителей крепко выразиться больше в мужских коллективах. Споры о ее уместности не утихают уже десятки лет. С одной стороны, это часть истории. Русская речь постоянно обновляется, а эти самые словечки в первозданном виде пронеслись сквозь столетия. С другой, использовать эти выражения в дурной тон. Для филологов русская брань и вовсе объект для изучения. Это, в общем, довольно большой культурный пласт. Существует многозначность у этих слов. Очень много словообразовательных моделей. Одно какое-то словообразование может показаться интересным, а в целом, когда это превращается в поток речи, это, конечно, очень речь индивидуальности обедняет. Еще такая вот черта, как мода на мат. Интеллектуальный человек пытается и так выражаться, особенно если ему кажется, что это у него хорошо получается. Не однозначно к этим словам не только отношения общества и ученых. Ведь одни и те же выражения в разных контекстах могут иметь абсолютно разные значения. Это тоже привлекает говорящего. Вообще, ругань и мат — это своего рода выплеск агрессии, говорит психолог. Например, когда хочется кого-то осадить, наказать, прекратить какие-либо действия. Используют эти короткие, эмоционально насыщенные слова. Но не всегда оно именно так. Ведь нецензурная лексика присутствует порой и в мирной беседе. Здесь у крепких словечек другая миссия. Это короткое эмоциональное высказывание, когда ты свое отношение к происходящему как-то вербализуешь. Иногда это просто толкование каких-то действий. Эта лексика подчеркивает иногда некий такой вносит перец, что ли. Если матом просто беседует, это тоже эмоциональное такое состояние безразличия. Мы поинтересовались у жителей Твери, как часто они крепко выражаются и в каких ситуациях. Оказалось, что нецензурные лексики тверичане стараются избегать. Но... У каждого свое выражение эмоций и реакции. Понимаете, что вот, ну, врывается, что-то на ногу упал. Ай, бывает. Зачем? Есть русские и другие слова. То есть очень сильно разозлят, и то где-то, наверное, в своей компании. Если ты в правильной семье воспитан, то у тебя никогда не будет врываться. Там, где есть женщина, это никак нельзя. Дети, естественно. Ну, если только где-нибудь в бане, там, с одними мужиками. У нас язык-то богатый. Матные слова, которые есть в русском языке, это, в принципе, наша история. Как бы, наверное, кому-то хотелось или не хотелось. Какие-то слова использовал, собственно говоря, даже Великий Есенин. Какие-то использовал Пушкин. И все-таки, несмотря на то, что всем знакомые нецензурные словечки присутствуют в лирике известных поэтов, классиков и современников, все опрошенные граждане и специалисты сходятся во мнении, что пусть этот набор слов остается все-таки частью истории, но не нормой общения между людьми. Субтитры создавал DimaTorzok